Привет, подписчики! Это Александр, мы снова вместе. Я с вами, а вы со мной. Тема сегодняшнего видео будет «Как снять офис для ведения бизнеса в Албании, конкретно в городе Влёра». Расскажу вам о собственном опыте, поделюсь, а вы уже сможете задавать какие-то вопросы, которые возникли у вас. Итак, я уже здесь не первый год занимаюсь небольшим бизнесом. Он открыт был исключительно для того, чтобы понять нравы местные, тренды и прочие нюансы ведения бизнеса. В каждой стране свои. Ни для кого не секрет, что Албания очень специфическая страна, и поэтому всем рекомендую сначала сделать такую разведку боем, а потом уже чем-то заниматься. Периодически получаю какие-то звонки, вопросы от разных людей. Там приведу примеры. Некоторые люди вот совсем недавно переехали сюда с целью открыть магазин по продаже цветов. Ну, честно говоря, это совсем глупая идея. Вы просто потратите все деньги, разочаруетесь, и явно будут проблемы в семье, и не только финансового характера. Если какие-то там все-таки возникают вопросы, лучше это, ну, как минимум, обсудить со мной или с кем-то, кто здесь больше одного часа живет. И, безусловно, сразу исключаем всех риэлторов, которые вам обязаны рассказывать, что в Албании просто рай на земле. И поэтому этих ребят мы тоже исключаем. Итак, я приехал сюда в этом году. У меня сезонный бизнес. Я занимаюсь сдачей в аренду сапов и самокатов электро, кто не знает. Значит, как я искал офис? Сразу же всем рассказываю, что есть сайт такой meriep.al. На нем есть какая-то информация по аренде чего-то. Но по-хорошему можно ничего там не смотреть, потому что объявления могут быть 4-5-летней давности, неактуальные, фейки. И вообще, ну, честно говоря, никто особо не использует их, потому что грамотность населения по пользованию интернета и не только, просто нулевая или отрицательная. Никто не будет размещать. Первый вариант это прийти, соответственно, в агентство недвижимости и сказать, что, дорогой друг, я хочу в таком-то районе снять на такое-то время, такой-то офис. И я, безусловно, так тоже делал. И в этом году я тоже так делал, потому что почему бы и нет больше возможностей и, соответственно, больше на выходе каких-то полезных штук. Я зашел в три крупнейших агентства в Леры. Мне сказали, что, извини, дружок, нет ничего там, где тебе надо. Поэтому что ты делаешь? Тебе, во-первых, надо понимать, кто твоя целевая аудитория, где какие районы и прочие нюансы данной страны, данного города. Я взял супругу с собой и ребенка, и мы ходили по Лунгамаре, искали с торцов чего-то, что продается, где написано информация от ручки «Шитит» или «Мечеран». Продается или сдается. После этого ты находишь определенное объявление и, желательно, какого-то своего албанского друга просишь позвонить. Очень тяжело общаться с албанцами про какие-то финансовые истории, ибо это отдельный надо писать ролик. Албанцы, их жадность и тупость к деньгам. В целом они люди дружелюбные, пока вопрос не заходит до денег. Вот, соответственно, вы набрали несколько объявлений, желательно 5-7, ну, чем больше, тем лучше, и начинаете звонить. В нашем случае было несколько вариантов, и только по одному из нескольких вариантов, я уже не помню, там 3 или 5 у нас было контактов, откликнулся один человек, начал он там немножко требовать большую сумму, потому что у нас короткий период и так далее, и так далее. Но, на удивление, человек был взрослый и адекватный. Обычно люди говорят, что мы вам минимум снимем на год, но это не типа в лучшем случае, а лучше на больше. И когда ты говоришь, что я буду платить больше, но на меньший короткий срок, никого это не интересует, потому что это албанец. Первый офис, который мы нашли, он был рядышком с нашим старым офисом, и мы встретились с человеком, договорились, он нам отдал ключи от офиса, сказал, что у меня там небольшие проблемы с электричеством, соответственно, мы договорились по цене. Он говорит, что недельку-другую надо подождать, когда придут электрики, подключат к новой там какой-то электрокомпании или еще что-то, и все будет хорошо. И, чтобы вы понимали, уже прошло почти 3 месяца, у меня ключи есть от офиса, от этого. Мы туда не въехали, а человек нам по-прежнему рассказывает какие-то байки, почему не получается. Не хочет с нами встретиться и даже не хочет забрать ключи от своего офиса, хотя воровать там кроме тараканов и грязи нечего. Так что имейте в виду, что даже люди, обладающие большим опытом в аренде и общении с местными аборигенами, постоянно попадают в какие-то удивительные истории, но, в принципе, я к ним всегда готов. Вы должны знать, что если вы находитесь в Албании и у вас все идет гладко, это значит, вы не в Албании. Потому что гладко здесь вообще ничего не проходит, потому что это Албания. Итак, подытожим. Я договорился на 4 месяца аренды офиса. Офис у меня стоит 500 евро. Он находится в центре, на Лунгомаре, возле консульства Италии. Там очень классное расположение за счет того, что напротив офиса моего и консульства находятся полиции круглосуточные. Все под камерами и в плане безопасности все на высоте. Из минусов. Цена 500 евро, она, на мой взгляд, завышена. Но, к сожалению, пришлось ее платить, ибо других вариантов в течение 10 дней, пока мы искали, мы не нашли. Ну и вряд ли бы мы нашли бы дальше. Еще минус. Достаточно небольшое помещение, но оно нас более чем устраивает. Но цена за квадратный метр выше, чем надо. Поэтому, друзья, если вы приедете сюда открывать свой бизнес, вы сначала напишите нам, позвоните. Мы можем с вами обсудить. Я могу вам дать свою обратную связь по варианту открытия бизнеса. Вы можете его послушать, поступить по-своему или еще что-то. Но не надо сюда ехать с странными идеями, чтобы испортить себе и своим родным и близким жизнь. На этом благодарю всех, кто досмотрел этот ролик до конца. Те, кто ставит лайки и пишет комментарии, им отдельная большая благодарность от меня, Вареньки и Катарины. Остальным подключаться и брать пример с лучших подписчиков моего канала. До новых встреч, всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok